Здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала. Вы наверняка слышали про так называемые супермагниты, которые еще называются неодимовыми. А вы знаете где их лучше всего использовать и как получаются такие сильные магниты? Нет? Тогда я сейчас вам все подробно расскажу. Итак, поехали. История неодимового магнита и его производства Неодимовый магнит, который называется еще NDFB, NIP или вообще NEO, это мощный постоянный магнит, который получен путем соединения специальным образом сплава железа бора, а также такого редкоземельного металла как неодим, именно по названию этого элемента и назван магнит. Первый в истории неодимовый магнит был получен независимо друг от друга инженерными группами таких компаний как General Motors и Sumatomo Special Metals в уже далеком 1983 году, а на сегодняшний день существуют сразу два способа получения такого вида магнитов, а именно, в первом варианте подготовленный порошок из смеси металлов претерпевает процесс запекания в печи под высоким давлением и температуре в 1200 градусов по Цельсию. Во втором варианте в жидкий полимер впрыскивается подготовленный порошок, а затем происходит формация из остывания полимера по мере его остывания. Ну а теперь я хочу сказать пару слов о классификации неодимовых магнитов. Разновидность неодимовых магнитов. Сверхсильные магниты различаются по двум основным параметрам, рабочая температура. В первой букве классификации магнитов зашифрованы данные о том, при какой максимальной температуре магнит сохраняет все свои магнитные свойства, по температурному режиму различим и следующие типы магнитов. Магнитная энергия. Далее в марке идут цифры, так вот они обозначают каким магнитным моментом на одну единицу объема обладает конкретный магнит. И тут действует правило, чем больше цифра, тем сильнее магнит. Но как и у любого изделия, у неодимовых магнитов есть свои преимущества и недостатки. Плюсы и минусы неодимовых магнитов к плюсам можно отнести, низкая степень естественного размагничивания. Так неодимовый магнит теряет за год всего от 1% до 2% своей силы. А например классические магниты за это же время ослабевают от 5% до 10%. При скромных размерах мощность притяжения намного превышает силу обычного магнита. По причине широкого распространения их довольно легко приобрести в специализированных торговых точках. К минусам же можно отнести следующие моменты хрупкость. Магнит достаточно хрупкий и может расколоться при неаккуратном использовании или падении. Соединенные вместе магниты достаточно сложно отсоединить друг от друга. По причине сильного магнитного поля такие магниты категорически запрещают содержать возле электронных гаджетов, так как они от такого соседства могут прийти в полную негодность. Если все-таки нагреть магнит выше заявленной рабочей температуры, то он быстро потеряет свои магнитные свойства. Высокая цена В составе магнита есть редкоземельный металл, а 95% всех редкоземельных металлов добываются в Китае. Местные власти ввели квоты на экспорт таких металлов, так как их все больше требуется для развития внутреннего рынка, поэтому цена на такие магниты неуклонно растет. Ну а теперь пару слов, где же можно встретить неодимовые магниты. Область использования сильных магнитов На самом деле такие изделия можно встретить практически везде, ведь у вас в компьютере, в наушниках, в телефоне, приемниках обязательно есть такие магниты. Также они используются в промышленности и даже в поиске и сборе металлолома на дне рек и озер. Да, даже в ванне с их помощью можно быстро закрепить небольшие крючки. Некоторые умельцы пытаются с помощью неодимовых магнитов даже останавливать счетчики. Кстати, у меня на канале есть статья с видео, где наглядно показывается, почему не стоит даже пытаться подносить такие магниты к счетчику, на котором стоит антимагнитная пломба. В общем, эти магниты прочно вошли в нашу повседневную жизнь, и точно не собираются ее покидать. Спасибо за уделенное внимание.